И всем привет, ребят! С вами я, Лера, и сегодня в этом видео я вам дам несколько советов о том, как из троечницы стать хэшисткой. Но для начала расскажу вам свою историю успеха. Троечницей я была с пятого класса вплоть до восьмого. Ну, ладно бы там, в пятом классе у меня была всего одна троечка, если не ошибаюсь, это было природоведение. Но в шестом классе я, так сказать, скатилась вообще. Думаю, вы такого не ожидали, но у меня было восемь троек. Получается, вообще отбилась от рук, связалась с плохой компанией. В седьмом классе была одна-два в четверти по математике. У меня пожизненно была тройка по математике. Тут вот даже двойка. В восьмом классе две тройки физика-математика. Ну, я губанита, и здравствуйте. И, ну, в девятом, наконец, выправилась, и у меня нет ни одной тройки. Уху! Поэтому я хочу поделиться с вами, как я к девятому классу, так сказать, на себя надавила и смогла стать хэшисткой. Как же начать учиться? Чтобы начать учиться, конечно же, нужно желание. Поэтому, прежде чем задавать себе вопрос, как начать, задайте себе вопрос, для чего я буду это делать, или чего я этим смогу добиться. Можно даже задать вопрос, с кем я хочу стать. Допустим, вы ответили на каждый из этих вопросов. То есть, мы обнаружили вашу цель. Первый шаг уже сделан. Второй пункт, это, прежде всего, наладить отношения. Если вы были заядлым троечником, регулярно не выполняли домашнее задание, на уроках всегда болтали, то есть, срывали уроки, то вам, конечно, поначалу будет очень сложно, потому что вы, как бы, поставили себя так, что все думают, что вы, там, двоечник или троечник. То есть, учителя видят вас именно таким, там, хулиганом, так сказать, беспардонным. Прежде всего, начните с хорошего поведения на уроках. Ведите себя тихо, не выкарикивайте, постарайтесь не болтать с соседом. Я понимаю, это скучно, но от этого им материал усвоится лучше, если вы не будете каждую минуту что-то друг другу болтать не по теме. Третий пункт, это введение дневника. Да, начните ввести дневник. Записывайте твои домашние задания, чтобы не звонить каждый день одноклассникам. Например, у меня была такая история, то, что одна девочка мне звонила в 12 ночи и спрашивала, что задали, и такие люди реально раздражают, потому что эта девочка ходила в школу, она была в этот день в школе. Я понимаю, если человек болеет, звонит каждый день что-то узнать, естественно, у него другого варианта нету. Но когда звонит человек, который в школе был, и звонит тебе каждый день и в 12 ночи, это переходит все границы. Никогда так не делайте. Во время выполнения домашней работы я советую вам отмечать всё в дневнике галочками. Особенно это меня спасло во время того, как я слегла на неделю от переохлаждения. И сейчас я нашла у себя в дневнике, если не ошибаюсь, это именно та неделя, которую я всю проболела. То есть первые три дня мне было очень плохо, поэтому я не делала домашнее задание, потому что меня бросало это в жар, в холод. Вот, и было очень плохо, поэтому потом, естественно, мне пришлось всё это нагонять. И чтобы ничего не забыть, я отмечала галочками, что я сделала. То есть, например, в субботу я сделала задание за понедельник, вторник и среду, если я правильно помню. А в воскресенье я сделала все задания за четверг и пятницу. Ну, я сейчас говорю примерно, но это было как-то так. Конечно, это было очень сложно, столько уроков делать, больше нормы в один день, но я смогла. Поэтому думаю, что если у вас возникнет такая ситуация, то вы тоже сможете. То есть, в этой ситуации галочки мне помогли. Также советую помечать маркером всякие проекты, зачеты и контрольные. Так вы точно о них не забудете, сможете к ним подготовиться и, соответственно, сдать. Советую, прежде всего, выделять жёлтым маркером, потому что жёлтый, он не мешает видеть написанное ручкой, так сказать. Вот, также я пробовала выделять разными цветами, когда у меня репетитор, когда какие-то курсы, и это тоже помогало, соответственно, я про них не забывала, не опаздывала. Следующий пункт — это выполнение домашнего задания. Да, я понимаю, вы скажете, что это скучно и нудно, но ведь можно сделать процесс запоминания материала ярким и даже весёлым. Добавляйте в свои конспекты различные краски, то есть, выделяйте какой-то важный материал маркером, делайте какие-то зарисовки. Например, когда мне был непонятен текст, я его делала себе в виде рисунка. Например, во время запоминания неметаллов я нарисовала вот такой рисунок. Думаю, это вполне креативно, ярко, красочно, тут вот благородные газы, тут эти неметаллы, и, в принципе, мне это помогло, и я лучше запомнила. А также советую вам в начале года покупать яркие красочные тетради, в которых вам будет приятно писать и захочется заглядывать снова и снова. Если ваши конспекты будут яркими в различных маркерах с рисуночками, то, я думаю, учёба станет для вас каким-то даже приятным занятием. Следующий мой совет вам — это также относится к отношению с учителями. Ни в коем случае не спойте, даже если вы правы, но это всё-таки стоит лучше смотреть по ситуации. Также не бросайте им вызов. Знаю по опыту. Ну, по опыту друга. Только если про себя. То есть, например, если вам говорят «ты не сдашь, ты не напишешь», там, например, пробник по той же математике на четвёрку, мысленно скажите себе «я сдам» и посмотрим, кто кого. Следующий пункт — это портфель. Собирайте портфель с вечера, чтобы ничего не забыть. Утром просто встаньте, проверьте всё по расписанию, обнаружьте, что вся домашняя работа выполнена в тетрадях, и идите со спокойной душой в школу. И вам, если у вас есть силы вставать рано утром, то лично я, например, в девятом классе, получается, я приходила со школы после семи уроков, то бишь, если округлить, то в три часа. Шла, опять же, в это же время к репетитору, то есть ещё примерно час. То есть, приходила я домой примерно в четыре, и, следовательно, садилась за уроки где-то в пять. Но так не всегда получалось, иногда были курсы, я задерживалась ещё больше. Я делала самые сложные или самые важные для меня уроки вечером, а уроки, которые делаются быстро, например, русский язык, я вставала пораньше и делала их утром. И даже материал по-русскому усваивался у меня лучше утром, так как у меня не болела голова после всех остальных уроков, то есть я проснулась и, так сказать, снова за учёбу. Также самый главный пункт нашего с вами плана – мотивируйте себя различными фразами, желайте себе удачи после... Это было неправильно. Желайте себе... Да, блин... Список отец отец... Так сказать, подбадривайте сами себя. Также у меня была вот такая вот доска, и здесь, как бы, я, получается, делала красочный материал, который мне нужно запомнить, например, по химии. Также по географии приклеивала стикеры, синусы-косинусы. Но также, если вы таким образом запоминаете материал, то закрепите себе на доску или поставьте рядом со своим рабочим местом мотивирующую фразу. Например, я написала себе вот такую фразу, украсила это всё фруктиками, и это мне помогало не сдаваться и идти к своей цели. Что ж, это были все советы или же пункты плана по захвату мира. Также у меня есть ещё один пунктик, но он, так сказать, со звёздочкой. Если вы хотите расширить свою память, то стоит взять учебник по экономической географии 9 класса и выучить 20 параграфов про каждый регион, про каждый регион, знать эту информацию, постараться её запомнить, потому что после того, как я готовилась к зачёту, которого в итоге не было, у меня действительно после этих 20 параграфов и убитого воскресенья память улучшилась где-то раза в 2-3. Ну а на этом я заканчиваю своё видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Ну а я с вами прощаюсь. Всем здоровья и добра, и всем пока-пока!